Пятерочки, девочки! Картунка какая-то, которая уже треснула у меня. Просто охренеть! Ой! Галамарт твою мать! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свои! И сегодня у нас будет видео покупочки и подарочки. За последнее время у меня накопилось очень много подарков от моих подписчиков, от моих подруг. И также я покупаю вещи еще, продолжаю. То малому что-нибудь куплю, то себе что-то куплю, то просто увидела что-то интересненькое, купила. Также зашла в Галамарт и приобрела некоторые интересные штучки, которые я хотела с вами поделиться. Так как я не взяла там покупок на отдельное видео, поэтому Галамарт будет здесь, в покупках. Давайте начнем с Фаберлик. В Фаберлике я взяла всего лишь три позиции. Первая это вот такая вот кофточка. Мне она очень понравилась, она мне показалась нежненькой. Смотрите, какие воздушные рукава. Но момент в том, что я взяла размер не свой S, потому что S не было. Была M, я подумала, что наверное S, M, тем более такой вот фасончик, да, думаю, будет нормально для видео. Мне показалось что-то нежное такое, уже ближе к лету, весна. Захотела вас порадовать такими цветами. Мне кажется, что эту кофточку, она какая-то универсальная, можно носить по-разному. Вот здесь вот такие вот интересные веревочки, или как полосочки, как их назвать. Не знаю, как назвать. В общем, скажите, как называется эта фигня. Я не могу вспомнить, короче, не могу назвать ее как-нибудь. В общем, веревочки, полосочки, их можно даже убрать, можно отпороть. И здесь останется просто вот так вот, да. Допустим, мне даже кажется, будет интереснее, если я уберу это. Ну, я решила одеть вот так, но мне кажется, можно фантазировать с этим всем. Длина такая вот хорошая, да, там даже наполовину попки прикрывают. Я просто сейчас, ну, ладно, покажу. Я в пижамных штанах. Вот так вот здесь все происходит. Длинненькая, легенькая, на шифон похоже. Здесь у нас вот такие рукавчики, смотрите. Вот такое тоненькое, все красивенькое. Здесь оборочка. Причем самое интересное, что цвета здесь, да, цветочки такие. Здесь идет беленькая, а сам рукавчик розовенький. В общем, мне показалось это очень интересным. И Эмка на мне, в принципе, неплохо сидит. И еще одна позиция, то есть, ну, она как одна позиция, это костюм, который я заказывала своему любимому. Но, к сожалению, перед тем, как ехать, я ему решила подарочек сделать. Ему очень понравился костюм Фаберлик. Один раз я покупала, ему очень понравился. Говорит, он носки, не катается, прям вообще супер-пупер. А второй раз заказала ему другого цвета костюм, но вроде той же серии. Он говорит, нет, не то, не то качество, чуть другое. Я решила экспериментировать и все-таки найти, что за качество. Но в итоге, когда я к нему ехала, я, к сожалению, один день не успела, и Фаберлик еще не пришел. Поэтому в следующий раз ему будет подарок. Вот. А в этот раз я пошла в торговый центр и просто зашла куда-то. Я хотела ему брюки купить и футболочку, например. И зашла сначала в Тезенис, там много всяких брюк интересных. Цены, кстати, такие 1700-1500 где-то. И на удивление я взяла ему брюки в Бершке. Офигенные. Они стоили даже дороже. 2000. Я не думала, что в Бершке будут такие цены. Да, уже как-то повысились. Но они реально качественные, хлопковые, плотные, дизайн кайфучие. Моему очень понравились брюки. И он, короче, был доволен. Но черный костюм остался. И я его, в принципе, показывать не буду. Прям как он, да. Ну, он обычный классический костюм. Единственное, что я надеюсь, что он будет тоже носки. Вот. Возможно, в следующих видео я вам потом расскажу, как он. Такой же или не такой же. Он даст свой отзыв. Но я уже не первый раз и не второй покупаю костюмы любимому там. Давайте быстренько пройдемся по покупочкам. Потому что их немного. А потом откроем подарочки, которые мне подарили мои подписчики, мои подружки. Очень приятно. Значит, вот такая приятная покупочка была. Случайная. Абсолютно. Пятерочки, девочки. Посмотрите. Это для наушников. Смотрите, какая прелесть. Вот такая штучка для наушников. Мои, кстати, ногти под все подходят теперь. Здесь две змеечки, кстати, открываются. Та-дам! Вот. Кладете наушники и не теряете. Это плотная штучка стучит. Цвета там есть разные. И стоит такая штучка 59 рублей. Если вы не обращали внимания, обратите внимание. В пятерочке, вот да, продается. Там еще прикольненькие продаются расчесочки. Потом какие-то венчики. И все таких нежных, красивых цветов. Розовенькие, бирюзовые. Здесь еще фламинго нарисован. Там были балетные тапочки. Ну, в общем, прикольная штучка, мне кажется. Можно, если не наушники, то что-нибудь другое хранить. Дальше, когда я ездила к Леню в гости, я забежала в Галамарт. И, в принципе, пробежалась. Несколько интересных позиций, которые мне понравились. Я приобрела и подумала, что вам тоже будет интересно. Потому что они необычные. Галамарт. Я не знаю, знаете вы или нет, но когда я делаю покупки, я прихожу домой. И вот так все в пакете у меня хранится, пока я не сниму видео. Я ничего не достаю, ничем не пользуюсь, ничего не ем, если это из продуктов. Если это надо вам показать, то я сначала покажу, а потом разбираю. Поэтому даже чек вот остался. Я всегда теперь кидаю чеки в пакет, но не обязательно как бы... Так, давайте начнем с самой дорогой покупки. Это 159 рублей в Галамарте. Давно хотела пацану купить что-нибудь интересное. Это с липучками. Такой дартс. Здесь два шарика сзади. Давайте посмотрим, как они лепятся. Мне кажется, нормально 159 рублей для такой игрушки. Так, здесь сзади картонка какая-то, которая уже тут треснула у меня под низом, внутри. Значит, вот так вот вешается на стену. Здесь есть петелька. С другой стороны просто черная, ничего нет. И два вот таких шарика. И вы можете как бы с пацаном... Давай кидаем, кто больше, да? И там раз. Прилипло. Прикольно, да? Шарик, если что, прилипнет. Как видите, он по периметру сделан такой липучкой. Поэтому... Липнет. Я думаю, пацану понравится. Кстати, в фикс-прайсе я ему купила еще кое-что похожее. Обязательно в покупочках вам покажу. Дальше купила игрушку вот такую пацану. Ему на самом деле очень понравилось, когда я ему дала эту штучку. Во-первых, он начал сразу ей играть и трещать. И вот пока мы ехали домой весь вечер, он с ней игрался. Она его как-то отвлекала, успокаивала от моментов, которые ему не нравятся. Трещотка дерева стоит 99 рублей. Нихера себе. В фикс-прайсе бы такая дешевле стоила, мне кажется. Трещоточка. Но звук такой, знаете, что мама может с ума сойти. Поэтому осторожней. Дальше мне понравились вот такие цветные пряди. Смотрите. Они стоят всего лишь 39 рублей. Три. Тоненькие. И мне стало интересно. Думаю, буду снимать видео. Вот так раз прицеплю и будет прядка у меня здесь торчать. И не нужно красить, портить волосы. Даже временные краски, на самом деле, немного сушат волосы. Это не очень гудко. Пара-а-а-а-а-а. Это обычный каникалон. Думаю, самый дешевый за 39 рублей. Тут его совсем чуть-чуть. Блин, и нужно обрезать кончик, потому что кончик, смотрите, тут какой. Загнутый кончик, его нужно обрезать. Либо, кто не знает, каникалон поддается вообще деформации. То есть можно его даже накрутить в горячей воде. Например, берете такую прядку, если вы накрутили волосы, крутите ее на бегуди или на что-нибудь и просто в горячую воду. Потом дадите остыть, снимаете и будет у вас завиточек. Вот так я крутила, выравнивала свой каникалон. Давайте возьмем, например, какую-то яркую. Здесь они вот просто сделаны. Здесь, видите, вот просто на такой вот невидимочке. Опа. И вот так вот у меня прядка. Че, как? Видно, конечно, что это каникалон. Посмотрите, как он блестит по сравнению с моими волосами. И плюс еще, знаете, что... Ну, это для деток может быть прикольно. Не знаю. Можно присыпкой запшикать или, например, лаком для волос. Ну, чем-нибудь, короче, запшикать, что-то не так блестели. В общем, ну, что-то в этом есть. 39 рублей, короче, прикольная штучка. Я подумала, мне или племяшки отдам. Будет весело. Такие три цвета. Красивых, ярких, нежных. Ну, и последнее, что я приобрела в Галамарт, мне очень понравилось. Это пена для игры. Не токсична, не окрашивает кожу и ванны. Три плюс. Смотрите. Кто-нибудь пробовал такую? Просто охренеть. Купание в ванне превратится в интересную, увлекательную игру с помощью цветной пены. Нормально? Просто встряхните баллончик и в вертикальном положении нанесите пену на кожу. После использования тщательно смойте пену водой. Пена держит форму до трех часов. Охренеть! Давайте чуть-чуть на руку вытрясу. Встряхните, да. Написано встряхните. Я взяла розовый. Хотя там... Ой. Так, я открыла. Тут вот. Видите, немного пены тут уже есть. Ой. А чё она не розовая? Она белая. Она белая. Я розовую хотела. Там просто разные колпачки. Розовая, голубая, зелёная. Но в любом случае прикольно. Вот она пена. Мягенькая такая. Возможно, маловым будет с ней прикольно. Пахнет. Пахнет сиренью вообще. Всё хорошо, но то, что эта пена не цветная, меня расстроило. Почему я думала, что цветная? Только, видимо... Ну, здесь как-то и не написано, что она цветная. Видимо, только из-за того, что разные колпачки. Я подумала, что она цветная. Хотя написано, не окрашивает кожу и ванну. Если она белая, то во что она должна окрашивать вообще? Галамарт твою мать. Может, я что-то делаю не так? Если кто-то знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что мне хочется цветную пену. Так, поехали дальше. Сразу я вижу, сразу я вижу здесь вот такая вещица для того, чтобы делать яичницу. Мне её подарила моя Леночка. Кстати, моя Леночка. У меня их... У меня много Леночек, короче. И тёмненькая Леночка, может быть, вы её знаете. Она у меня стала блогером. Поздравим её! У-у-у! Я ссылочку на её канал оставлю под видео. Обязательно заходите. Кто ещё не заходил, подписывайтесь. Поддержите начинающего блогера. Для неё сейчас каждый подписчик и каждый просмотр очень важен. Она, кстати, на своём канале готовит яичницу в такой штуке. Я увидела. У неё очень много домашних влогов. Очень много домашних лайфхаков интересных. Я когда смотрю, говорю, блин, как тебе в голову такое пришлось сделать вообще. Ну, в общем, такую штуку она приобрела. Сюда заливаешь яички. Ставишь в духовочку там на 2-3 минуты. И всё, и достаёшь, и кушаешь. Кстати, сегодня надо попробовать. И я говорю, блин, такая классная штука. Это для таких ленивых, как я. Она говорит, ты... Я говорю, где ты купила? Она говорит, не скажу, я тебе подарю. И в итоге там, где она покупала, она говорит, что она говорила это в своём видео, но я прошляпила его. И, в общем, она мне не говорит, где она покупала. В общем, зайдёте в видео. Там, кстати, на аватар, ну, на обложке. Там как раз яичница в такой штуке. Зайдите, посмотрите. И, может быть, в комментариях кто-нибудь мне напишет, потому что я это прошляпила, и у меня второй раз уже нет времени смотреть видео, чтобы искать, где она купила, потому что она мне уже её подарила. Но она сказала, что она брала последнюю её, но, возможно, ещё завезут. Вот. И на Алиэкспресс, говорит, я таких не могла найти. Поэтому, не знаю, где она покупала. Ссылка на её канал под видео. Смотрите. А я буду экспериментировать, и где-нибудь во влоге, возможно, вам покажу, как она устроена. Но быстрее у Лены будут посмотреть. Короче, я рада. Леночка, спасибо. Также подарки от Лены. Мы приезжали к ней недавно в гости, и она подарила Денечке такой набор с фикс-прайса. Это 199 рублей стоит. И мне показалось интересно это. Там вот такие вот колечки, которые, в общем-то, вот так вот по-разному можно цеплять друг за друга и что-то строить. Вот такая красота. Денька любит собирать какие-то вещи всё время. Он может посидеть даже полчасика-часик и поковыряться в этом во всём. Поэтому я люблю, когда нам ударят разного рода конструкторы. Леночка, спасибо. Ни про меня, ни про Денечку. Не забыла. Дальше пришла посылочка от Кристиночки из Питера. Я думаю, вы все её уже помните и знаете. Она уже известный такой подписчик на моём канале, потому что это третья посылка от неё, представляете? Я уже не могу благодарить её. В общем-то, хотела ей что-то подарить, но она не даёт свой адрес. Я говорю, давай, я хочу, дай мне свой адрес, я хочу тебя отблагодарить. Мы хотим с Кристинкой собрать тебе тоже какую-то посылочку, подарочки. Она говорит, ничего мне не надо. Когда я приеду в Ростов, типа, встретимся, главное, чтобы встретились. Вот. И я хочу сказать Кристиночке, что, Кристина, приезжай обязательно. Я надеюсь, что условия так сложатся, что ты приедешь, что не в тот момент, когда мы куда-то уедем. И я бы хотела тебя пригласить на ужин, и Кристину тоже с собой взять. Вот. Мы тебя накормим вкусным ужином где-нибудь у нас в одном из прикольных каких-нибудь местечек Ростова, чтобы остались у тебя хорошие впечатления. Ну, давайте скорее откроем посылочку. Та-да-да-дам! Так. Пакетик внутри такой вот у нас красивый. Смотрите, Санкт-Петербург. Ой, я обожаю пакетики. Я, кстати, много пакетиков всяких таких взяла. И кто-то мне дарил из моих подписчиков на встречи. Они у меня до сих пор хранятся. Пакетики очень классные. Так, смотрите, тут у нас... Тут у нас что? Тут у нас что-то, куча всего, вообще куча всего. Сладостей куча. Так. Здесь у нас Рафаэлка. Смотрите. Рафаэлка. Любить. Что значит любить, Рафаэлла? Мы тебя тоже очень сильно любим. Спасибо, Рафаэлку люблю. Мой любимый M&M's. Криспи! На самом деле из M&M's мне понравился больше всего Криспи. Я его говорила. Мне кто-то из девчонок присылал, кстати. Я его просто съела вот за один вечер, представляете? Кристина, наверное, это услышала, что он мне понравился. И прислала мне 220 грамм Криспи. Спасибо, дорогая. Так. Для женского счастья. Вкусная помощь моя, дорогая. Спасибо тебе. Для женского счастья. Хочешь, чтобы мы счастливы были? Так. Я знала, что здесь что-то для Кристины, что-то для меня. Я уже не помню, что для Кристины, что для меня. Мне Кристина писала в WhatsApp. А ну-ка, сейчас посмотрю. Ага, Кристина написала, что в коробочке. Кристине подарок в коробочке, а тебе в мешочке. Ну, как я понимаю, в мешочке это в пакетике. Так. Это все мне. Сладости, вкусняности. А Кристинке давайте посмотрим, что же Кристина подготовила Кристине. Так, вот в таком красном, красивом мешочке. А-а-а. Я поняла. Вот здесь в мешочке это мне, в коробочке это Кристине. А сладости это нам вместе. Все, разобралась. О, смотрите, в мешочке. Какие красивые сережки. Та-дам-дам. Слушай, они сюда подходят мне очень хорошо. Смотрите. Класс. Ой, мне вот так нравятся вот эти бусины. Класс, классный. А ну-ка. Смотрите, как сюда подходит, да? По цвету, по всем делам. Кайф. Вообще. Так. Спасибо, дорогая. Хочет, чтобы я была красивейшая, осветилась в пижутерии. Так. А тут еще у нас Анна Словенина в коробочке. Смотрите, как красиво. Так. Достаем. Та-дам. Что там? Что там? Ой. А тут тоже красивые сережечки какие. Смотрите. Офигеть. Я думаю, Кристине очень-очень понравится. Такие милые. Тут всякие сертификаты. Представляете? Спасибо, дорогая Кристюша. Блин, мне уже неудобно, честно говоря, получить подарки. Но Кристина меня все время ставит перед фактом. Я тебя отправила. Я тебя отправила. И я, честно говоря, действительно, подарки надо уметь принимать. И вот мне уже становится все сложнее и сложнее, когда меня заваливают подарками. Большое спасибо, дорогая. Очень приятно. Вкусности. Все обязательно скушаем. С удовольствием будем о тебе вспоминать. И мы тебя ждем в Ростове. С удовольствием проведем с тобой вечер и поужинаем. Накормим тебя очень хорошо. Спасибо, дорогая. Питеру привет. Ну и последний подарочек, который мне задарили. Это тоже охрененный инстабук. Да, совсем недавно я уже делала пост в инстаграме. Мне задарили вот такой инстабук. Он пришел в такой коробочке, я хотела показать. То есть вот так вот инстабук. Открываю. Здесь мне магнитик подогнали. Так, все оно было запечатано вот в пленочке. То есть какие-то рекламки, скидки 15%. Здесь что-то 50%. Но не суть важна. Самый классный это сам инстабук. Девчонки, я много раз видела такие инстабуки в инстаграме. Многие рекламировали их. Но я не думала, что он на самом деле настолько крутой. Во-первых, очень плотная обложка. Она прям такая, знаете, увесистая и совершенно, ну как бы выглядит очень дорого. Это идеальный подарок. Вот для девочки идеальный подарок. Даже я не люблю фотографии. Я не люблю скапливать. У меня нет альбомов для фотографий. Или даже есть парочка где-то валяется. И не достаю, никому не покажу. Ну а инстабук, он шикарно будет даже смотреться просто где-то, видите, на фоне. Причем можно менять все время картинки. Например, раз. Вот такая картинка, да, сегодня там. Раз, голубая картинка. Очень круто, очень. Мне очень нравится. Короче, плотная обложка просто, не гнущаяся ни хрена. Вот. Она состоит из много моих фотографий в инстаграме. Ну и внутри вот так вот дизайнерские подобраны фотографии из одной серии примерно. Видите такие? Вот сейчас увидите. Вот. Из одной серии. Вот, допустим. Очень красивый, очень стильный. Ну вот в таком вот плане. Это фотосессия у меня была одна. Вот вторая фотосессия. Видите? Там дальше Дэлечка. Короче, это охренительная память. Такие на самом деле моменты памятные сделали. Причем прикольно этот инстабук. Тем, что вообще есть конструктор сайта. И там можно самим выбрать фотографии, которые вы хотите. Если у вас, ну, хорошо развито там, да, как делать инстабуки, да, допустим, вот эту фотку к этой, то вы можете сами сделать для своей подруги, например, да, подобрать какие-то ее события из жизни из инстаграма. Вот. Ну, я, например, мне некогда было бы этим заниматься, вот. И девочка-менеджер, которая занимается всем этим, она вот говорит, можно я вам сделаю для вас вот инстабук на свой вкус? Я говорю, сделайте. И она мне, в общем, прислала и подарила вот такой вот инстабук, о котором я с удовольствием рассказала в инстаграме. Большое спасибо. Действительно классная штука. Возможно, я такой даже и подарю кому-нибудь на какой-нибудь праздник, потому что я была счастлива, как ребенок. Все, мои хорошие, все покупочки закончены, больше я ничего такого, по-моему, не покупала. Кстати, как вы заметили, у меня тоже преображается немножко фон. И вот, например, у меня такой бокс охренительный появился, где я могу менять всякие надписи. Ну, тут у меня Селена свой блогер написана. Это первое, что пришло мне в голову туда написать. Но я буду постоянно менять какие-то надписи, что-то интересненькое там вставлять. Для вас информацию такую из фона. Если кому интересно, чтобы заранее уже вы не спрашивали, где такое приобрести, я под видео оставлю ссылочку на вот этот бокс. Пришел он очень быстро, специальной доставкой. Доставка, по-моему, до двери даже была. Да? Да. Доставка до двери очень быстро, там в течение, я не знаю, пяти дней, наверное, вот пришло. И стоит совсем недорого, там тысяча с копеечками, по-моему. И в набор сразу входит очень много вот таких вот черно-белых буквы по несколько штук, цифры, звездочки, все входит в комплект. То есть не нужно искать ничего отдельно. Я с вами прощаюсь, я вас люблю. Если что-то показалось интересным, вроде бы все рассказала. Если остались, конечно, вопросы какие-то, то пишите их в комментариях. Обязательно заходите в инфобокс, проходите по ссылочкам, которые я там оставила. Очень много полезной информации. Также ставьте лайк, если вам нравится видео о моих покупочках. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok